Дота 2 и Хардстоун Добрый вечер еще раз, дорогие друзья! Для вас по-прежнему работает Бафик, для вас работает Друг И у нас великобританский финал Это Весг и команда из Британии сразятся за выход в Лан-стадию То есть в последнюю решающую стадию Этот турнир пройдет в Киеве с 6 по 9 октября И мы посмотрим, кто же из двух коллективов Команда Xenex, которая только что одолела своих оппонентов на ваших экранах Будет сражаться против первой команды, которая в тему дивизиона Ти-бэкс, чайные пакетики Я не думаю, конечно, что в Британии заваривают в пакетиках чай У меня есть подозрение, что там все более... Да ладно тебе, я думаю, все там заваривают Причем по 2, по 3, по 4, на семью Да нет, ну и смотря какая семья, иногда и 1 на 5 раз Тут уже от семьи зависит Бедная, богат, такое дело У них же тоже общаги есть как бы Ну, собственно, история в чем... Под Букингемом Да, общаги... Где вы жите? Под палатцем в общежитии Ну, собственно, друзья И правда, игра очень важная для команд И выиграли они одинаково Что те 2-0, что другие 2-0 выиграли Причем единственных ирландцев, которые добрались до полуфинала Обыграла команда Ти-бэкс Обыграла в довольно простой игре И правда, я смотрел окончание И что-то подобное мы видели в нашем с тобой матче Вот буквально вот один в один Это дает нам надежду на то, что это противостояние Будет более таким, знаешь, как-то ровным, наверное, что ли Равным, где-то даже, наверное, интересным Потому что предыдущее, ну, сложно называть интересным Там все-таки как-то больше в одну калитку получилось Ведь уровень команд разнится Здесь будем надеяться, что все будет поприятнее Нашему глазу и глазу зрителей Ну, и действительно, на кону очень много стоит На кону поездка в Киев Еще раз можно говорить о том, что Такие турниры дают возможность многим командам показать себя Многим игрокам, в первую очередь, проявить себя на большой сцене Турнир очень серьезный Денег тут крайне много То есть, ну, представьте Вы приезжаете в Киев на лан-финалы На 20 коллективов в октябре Все, естественно, вам оплачивает компания, которая организовывает Естественно, вы приезжаете в хороший город, красивый Играете там на довольно большую аудиторию Да И, соответственно, вы играете на 200 тысяч долларов 200 тысяч долларов И играете, понимаешь, не против там LGD Да, 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 естественно Не против даже там Na'Vi и Virtus.pro Вот После этого Вы играете против Xenox или T-Bax Вам нужно буквально попасть в топ-8 В топ-8 из 20 команд Это не так уж и сложно Мне кажется Ну, все-таки, конечно, сложно, само собой Но это не топ-3 или топ-4 Которые едут на лан-финал глобальный Который идет в Китае На 3,5 миллиона долларов То есть, задача, в принципе, вполне выполнима Приехать в Киев На 20 команд сыграть в турнир Попасть в топ-8 И поехать в Китай на 3,5 миллиона поиграть Да, и мы уже, наверное, через экватор Этих квалификаций перешли То есть, большую половину откомментили И так, чтобы, знаешь, реально выделить Ну, два шведских коллектива очень сильные Лодааки, безусловно Хороши Fantastic Five, хороши Команчи То есть, вот где-то 4 Но там Франция, она не очень сильна Но впереди еще очень много Балканы, да Они тоже То есть, есть реально команды С которыми можно бороться Нужно даже бороться Потому что вы реально получаете шанс Во-первых, заработать Во-вторых, засветиться И в-третьих, вообще Узнать, что такое настоящая Компетитив Дота На крупнейшей сцене И призовые От Невалв турнира Одни из крупнейших На данный момент точно самые крупные Да, самые крупные Безусловно Ну что ж, давай по пикам пройдемся Баны команды Ти-Бэкс Инвокер Дроу Рейнджер Бестмастер Рики Баны команды Тим Ксенекс Это Морфлинг Это Воид Это Спирит Брейкер тот самый Ну и Дес Профит Первым пиком был взят Тимберсо В ответ Ребята получили Огрмага Джигернаута Ну и забрали себе Сразу же Леона Интересно, что В первых играх Мы с тобой видели Сегодня Дроу Рейнджер И в одной, и в другой Здесь же Ти-Бэкс Когда я смотрел Они обыгрывали Дроу Рейнджер Как раз таки В своей второй игре Последней Поэтому Забавно, что она оказалась в бане Ну вообще Довольно популярный герой Дроу Рейнджер Для коллектива Которая не является Там самыми топовыми Потому что С Дровой Можно неплохо реализовывать Быстрые стратегии Дроу Рейнджер Герой, который умеет наказывать Любые пики с Дроу Рейнджера Наказывают моментально Ты проиграешь Тимфайт Мы уже об этом говорили И теряешь сразу же строение Может быть несколько А может быть даже там и Бараки Зависит от стадии игры Соответственно Пики такие всегда Очень опасные Я смотрю Британцы отходят От этих первых двух пиков Которые всегда у нас залетали Это либо Оракл Либо Шадоу Демон То есть они игнорируют Двух этих саппортов Ну не могу сказать Что очень зря То есть ребята-то конечно Играют как играют Это их дело Но предыдущие дивизионы Да и вообще глобальная Дота Вот недавно у нас Инт отгремел Еще там были крупные соревнования Конечно больше внимания Уделяют топ коллективы Стратегии Шадоу Демон Некоторые Я неоднократно слышал Говорят что даже Это наверное Самый сильный Саппортов На данный момент Вот он и Оракл Имеют громадный винрейт И нереально полезный На всех стадиях игры Но здесь ребята играют Свою доту У них своя атмосфера Скайросмаг Появляется третьим пиком Для команды Xenax Так что саппорты Я думаю закончились Я не думаю что это будет Диджитал хаос Скайросмаг В центральную линию Потому что не вижу пуржа В пике команды T-Bex Как это было От команды Wings В финале Последнего Отгремелшего интернешнала Скайросмаг Я думаю все таки Позиция Четвертая Для команды Xenax Ну и Queen of Pain Я давненько уже не видел этого героя Он у нас прям из ниоткуда Visage был в первой карте И Queen of Pain Друзья мои Немножечко отлеглись Потому что Мы подумали что Режиссер погибает Он тут такие звуки Странные Не знаю было ли вам слышно Но это и правда Довольно забавно Все звучало Я наоборот хотел Немножко этот Ну не уделить этому Внимание Чтобы так Чтобы потом сказать Да мы не видели просто Мы реально не видели Тут еще людей в халатах Мы не знали Да нет конечно С огромной любовью Мы относимся к нашим Режиссерам Они дарят прекрасную картинку А мы постараемся вам Саунд более-менее Неплохой дать Насколько это получается Ну и 40 секунд Остается у Ти Бэкса Они добирают Найт Сталкера По всей видимости Найт Сталкер все-таки Будет четвертую позицию Занимать у команды Ти Бэкс И еще Керри героя Необходимо Чайным пакетиком добрать Ну и есть один банк Конечно же Уксенекс Посмотрим кто им будет мешать Пока здесь Джаггер Скайросмак Не засветили Центральную позицию Нет Хардлейна А вот и центральная Позиция подъехала А у Толдоварр против Квинопейн Неприятно Конечно неприятно Стоять интеллектуалу На центральной линии Против ОД То есть В принципе даже Как-то так Объясним и оправдан пик Вообще К вопе На ранних парах Будет в принципе Не очень сложно Потому что У нее довольно Немаленькое Расстояние атаки Да А у ОД На стартовых лвлах Маленький рейндж У Астралу То есть нужно близко подходить К вопе Она очень часто Не будет позволять тебе Это делать И при этом Когда ты будешь так делать И попадаешь под Харас Естественно От самой Квопы Поэтому На старте Этой линии Возможно Все еще будет неплохо Но и правда ОД Неплохой выбор Но с другой стороны Посмотри Как этому ОД Будет плохо здесь житься Тут и Сайленс Нейт Сталкера Тут и огромный дэмэдж Который может выйти Сразу же под этот Сайленс Контроль От Леона имеется Тут Очень интересным пиком Является Скайрос Мейдж Который Может включать Квопу Сайленсом Тоже своим Эншент Силом И под Скайрос Мейдж Здесь много В принципе Тоже Будет рассчитано У команды Ксенекс Но в целом Пока пик Мне все-таки Нравится больше У Тибекс Потому что Он чуть более агрессивен И есть намек На то что У ребят еще будет Какой-нибудь пятый герой Который будет Ну понятно Что он будет Какой-то пятый герой Понятное дело Что они четверо Но будет какой-то кэрри Возможно Решат ребята Поиграть 4 плюс 1 А возможно Доберут просто Пятого кэрри Который тоже будет Достаточно агрессивен Я бы сказал Что сюда неплохо Зайдет Сларк Но его забанили Естественно Последним баном Ведь тут смотрится Очень круто Тут в принципе Вариаций Вариаций немало Остается Сэмкинг От Тим Ксенекс В сложную линию Ну В таком случае Что в сложном Что самим себе Нужно взять на кэрри Чтобы тоже было это или агрессивно И при этом Тут опять же Не сильно выпадать из игры Вопрос к Сэмексу В сложную линию Ну то есть то что Сэмкинг скорее всего Будет стоять соло Это факт Но я думаю Что могут отдать Изилейн Просто к Тимберсову Отправить И пробивать Тимбера Может быть Вполне может быть Просто через пассивку Мы видели как Неоднократно унижали Сэмкинги Тимберсов Антимейдж Верно Можно пойти например Триплей в сложную Ты правильно отметил И поставить Сэмкинга В легкую против Тимбера Это реально тоже Посмотрим Какое решение будет Командой Сэмекс Антимаг Тоже читался Проглядывался Вот как раз таки 4 плюс 1 стратегия Которую я вспоминал уже Все таки решили так Ребята Брать пятого героя На которого будет расчет Если что-то пойдет не так Такой себе план Б И антимаг Это шикарный для этого герой Он тут здорово смотрится Да Мьют забирает Сэмкинган Но по игре Будет ему тяжело Потому что Тут и сайленс имеется И контроль Стан от Сэмкинга И от Огрмага имеется Поэтому тут Антимагу придется Аккуратничать Аккуратничать по игре Да в принципе Джаггер не самая простая цель Не самая простая цель Для антимага Потому что герой мягковат Особенно для физис дэмэджа Тоже на ранних этапах Там ранний шестой Например Джаггер получит И С умнислэшем Под подкопчик какой-то Может пострадать Антимаг Но еще раз Стоит заметить Друзья Вся теория Наша Вся наша аналитика Периодически Разбивается Об исполнении Не вполне удовлетворительное Мы это наблюдали От команды No Earth Shaker No Earth Spirit Точнее Потому что Ребята Классный пик взяли У ребят Все хорошо Баланс Крутой физ дэмэдж Мэджик прокаст Потрясающий Но исполнение Реально хромает То хроносфера не зайдет То подушка как лягушка То одеяло убежало Все всегда Ситуативно Поэтому посмотрим TBX Хорошо сыграли полуфинал Они реально там Задавили своих соперников Несложные матчи Но Мы не можем С точностью сказать Что они одолели Какого-то серьезного соперника Может там команда была Еще слабее Так что на практике Уже будем смотреть Да Ну пока тут ребята В смоке продвигаются Вроде ничего Интересного не намечается Потому что Не высовываются Их китибэкс Не идут на рожон Ну давай Скажем наверное Кто на ком играет У команды Xenax Начнем с них Все-таки Чига сыграет много Рымаги Meep От World Devourer Watson's Water Сыграет на Джаггернауте Мьют 242 Сенткинг Ну и Вонка На Skyros Мейджа Ну и со стороны Команды TBX Гавнер будет играть На Найт Сталкере Техкерт Будет играть На Queen of Pain Джеки Сыграет На Антимаге Экспер Будет играть На Timber Soul И К19 Играет на Леоне Пикс Как с одной стороны Так и с другой Вот реально сбалансирован Смотрю И Влейт имеет Потенциал выхода И команда TBX Xenax Потрясающе мощный Вообще Все еще я Стою на той мысли Что кто Как отстоит Стадию лайнапа Кто Что вывезет По артефактам Насколько раньше Чем их оппоненты Так в принципе Может тенденция игры И дальше протекать Ну и посмотри Какая интересная позиция У двух саппатов Вообще какие-то страшные перемещения Ты посмотри Что делает сейчас Тибэкс Они пока Перемещают своих героев Но тут выход в центр Попытка убить Сразу же Тимберсоу Ну не самый простой герой Для убийства на старте Но неплохо Его разминают ребята Возможно Дэмэджи и хватит Есть у него Фейрифайер Он спасается Подходит Лен хорошо копает Огрмага Начинает пробивать По нему так же Квопа Нехило Ну и Войдом Добивает его Найт Сталкер Отлично Сыграна Хорошая реакция Тибэкс Они очень долго Стояли саппортами Близмида И ждали Ждали Куда же отправиться Чтобы как-то Законтрить Команду Ксенекс Ведь они тоже понимали Что ставить Один на один Сенткинга Тимбер Против Сенткинга Не стоит И свои не поставили Таким образом Чтобы обезопасить Себя от этого И вообще Получается интересно Квопа у них идет В легкую В миде стоит Тимбер Он стоит против ОД Тоже в принципе Не самая приятная Линия для Тимбера Он особо ОД вряд ли что-то Сможет сделать Но при этом Сам Тимбер Может просто стоять И фармить Он тоже Не сильно боится Но если появится Аркей Норб Там со временем Конечно Тимберу Будет чуточку Менее приятно Потому что Аркей Норб Наносит пюр урон То есть чистый А Тимбер Конечно от этого Чуточку страдать будет Тут вопрос опять же Как реализует себя Антимаг в хард линии Потому что прошло уже Две минуты Три крипа Всего лишь Добил Антимаг На фоне того же Джаггернаута Там семерка Мы видим у Этого персонажа То есть он гораздо Комфортнее себя чувствует Стоя против Квапа Вообще Крипов пока не нюхала Но слишком долго Перемещения были по лайнам Пока ребята Определили Своё место Эти кочевые Абсолютно Пики героев Ну Смотрим Смотрим Отвалился в это время Чига Наугар маги Вроде как ФПС у него проседает Сейчас разберется С тем вопросом Вообще И нам поинтересно До сих пор Для меня открыт вопрос Как Антимаг Здесь будет стоять С этой парой саппортов Получится ли у него Выформить свои слоты Потому что Тот же Сэнд Кинг Пробивает Антимага На старте Плотника Герой не самый жирный То есть проблемы У него по ХП Имеются Глянем Глянем Ну 242 классно здесь гоняет Команда ТБХ Уже половину хеллспоинтов Очень много дает Нейсталкер на этой линии Ребятам из ТБХ Потому что он Много может себя впитать Он такая стена Чтобы как-то добраться До Антимага Нужно пройти через Нейсталкера Он выступает барьером И Пока это неплохо делает Он понимает свою мощь Он бежит просто На Скайросмейджа Там вот на нижней руне Например То есть он вообще не боится Тут кстати Скаймаг Нашел Руну ускорения Прикольно Я думал Похарасит немножечко Нейсталкера Нет Вообще Решил что это Не надо Есть вариант Послабее персонажем Пораздавать демеджи Вот именно Ну пока в центре По крипстату Мы видим что Гоняет своего оппонента От World Devourer Все таки В хлам Причем да В хлам Ну вряд ли это должно быть Прямо вот настолько хлам Насколько сейчас То есть там 3 на 13 Это не серьезно Но в целом История в принципе понятна И правда ОД стоит хорошо Против Тимбера Ровно как в принципе И Тимми против ОД Но только Может хорошо контролировать Ластхиты Как раз таки Тимбера ОД Прятать его в Астралтон В свое время На подластхиты Плюс сам хорошо Имеет отличный демедж Добивает крипов Очень удобно И там внизу У нас Леона убивает Драка продолжается Возможно погибнет И Сенткинг Отлично Это ответный килл Но наверное Такие размены Приятнее для команды Тибэкс Потому что Выживает Антимаг Самое главное Чтобы Антимаг жил Он получает деньги С ассистов Он получает деньги Скиллов Если такие делает Ну и при этом Добивает крипов Как бы Ни много ни мало Но десятку он уже выбил Да Сенткинг В итоге Не так комфортно Себя чувствует Как мне оказалось То есть Сенткинг Даже Тимберсоу Такого очень плотного героя Слишком напрягает А здесь Джеки Реально на курорте находится Вот все В многом благодаря Я же тебе говорю Нейт Сталкеру Потому что этот парень Выступает реально Классным барьером Он молодец здесь Да Как там Джаггер Поживает на топе Но у Джаггера Ситуация гораздо комфортнее 20 Там у нас снова Драка внизу завязалась Тебя перебьют Уже звенит Могрмага Пытается убить ребята Но получает В ответочку Нейт Сталкера Немало урона Его убивают Антимаг Неаккуратно играет Но он понимает Что маны у Сенткинга Просто нет И действовал По ситуации Но этот размен Не в пользу команды Тебекса Не теряет своего Как раз таки Вот этого фронтлейнера Нейт Сталкера Аквапу Посмотри как загнобил Джаггернаут Причем оставили Это Джаггера в соло И Джаггер 21 на 9 имеет Квин оф Пейн Бедняга бегает 8 на 1 И только сейчас Перемещается к ней Найт Сталкер Парень который Напрягал нижнюю линию Теперь отправился С Джаггернаутом Разговаривать Квапа просто бегает Там Огрмаг Отдается Рошан Причем Долго очень отдается Ну Квапе сложно Стоять на такой линии Она не короткая Как мид например Там Квапе с Джаггером Куда проще стоять было бы Потому что Джаггер Не смог бы так подойти На Харас Тебе прогнать Здесь Квапе Правда сложнее Не работает Естественно Харас Шадоу Страйком Не работает Харас Просто ставишь его И восстановишь здоровье И можешь так же Его скидывать При помощи Блэйд Фьюри Джаггернаут выбрал Правильный артефакт И правда сейчас Может погибнуть Найт Сталкер Потому что подошел Помогает своей Квапе И Джаггернаут Раскручивается Откатился уже У него Блэйд Фьюри И чуть не погиб Было Найт Сталкер Да Немного мувспида Не хватило Если бы Джаггер Хотя бы на разочек Еще продамажил НС То рассыпался бы Найт Сталкер Ну да Джаггеру немного Жизнь подпортили С приходом Найт Сталкера На топ линию Джаггер добил Двух крипов А это где-то В течении Более чем минуты Где-то полторы минуты И действительно Палки в колеса Немного поставил Очень мне нравится Билд ОД Вот то что мы сейчас видим ОД герой ситуативный И против героя Как Тимбер Он делает правильный выбор Он качает в два Уже Аркейн Орп При этом макстит пассивку Он понимает Что тут ему Очень важно иметь Аркейн Орп Повышенного уровня Против того же Тимбера По причинам о которых Я уже говорил ранее Это как раз таки То что пьюр дэмэдж На этом скиле И боится этого Тимберу Тимбер славится Против физ урона Он хорош Но против пьюр урона Тут защиты нет Естественно Ну антимаг С горем пополам Там уже ПТ себе купил Сильнее становится Этот герой сейчас До сих пор фейрифайр Кстати имеется Можно попробовать Какую-то драку навязать Там совершенно без маны Внизу находится Сент Кинг Ну а по крипстату То что я сейчас показывал В центре Унижает Унижает просто ОД Да Недорогие сплы У Экспера У нас на нижней руне драка Прости вновь Ворвусь в твой спич Но Кайрос Мейдж будет погибать Добивает его Найт Сталкер Драться конечно Ночью против Найт Сталкера На руне Это не лучшая идея Антимаг дерется Один на один Так же с Огрмагом Правда без поддержки Остается Сент Кинг копает Параллельно Леон И он его убьет И он лопнул по Джеке Немного Кстати Леон Джеке дэмэджи нанесло И Уходит отсюда Тимберу сложно Тимберу нереально сложно Потому что через Аркейн Орб Тимбер я смотрю Там у него в среднем 250 монопоинтов Там 270 Ну то есть Реально тухловато Все это выглядит И тем и славится ОД Через Аркейн Орб Просто стилит Интеллект И тем самым Кстати и добивает Крипов получше То есть Естественно Все это объяснимо Почему 42 на 16 У Мипа И 13 на 2 У Тимберсоу Мы видели проблему Наверное В Сент Кинге Для Тимберсоу Но понимаем Что ОД В руках команды Xenex Не самая Приятная заноза Вон поймали На топе у нас Скорее всего Заберут Здесь Нет Не забирают Не забирают А чего бояться Бояться Ум не слэш На самом деле Вон понимает Что добьет его Скорее всего Даггер И пошел Отдался просто нейтралом Нейт Сталкер Сайленс по джиггернауту Продолжения нет У джиггернаута есть Он не слэш В случае чего Он может тут и перевернуть Ситуацию в свою пользу Как бы здесь С ним стреляла квапа Крипы подходят Поэтому уже не так страшно Вообще посмотри Как у нас состояли Соло линии Xenex Все Лидируют Все корп-персонажи Лидируют Каждый герой На своей линии Отстоял шикарно По поводу Если взглянуть Снова на нижнюю линию То Мне кажется Вот билд антимага Вызывает вопросы Вообще В принципе Довольно стандартное решение Но то что он взял Спеллшилду Это уже хвала ему Потому что некоторые Этого не делают В этой игре Без спеллшилда Будет крайне сложно Вопрос только Стоило ли например Здесь его в 2 брать В этой ситуации Но он пока Качает мана брейки Блинг Подкоп от Сенткинга По Леону Леон в ответ Сразу дает хекс И сам копает Рспайком И разбивает лицо Антимаг пока неплохо Сенткингу Нет пока шестого Антимаг идет дальше Но это может быть ошибкой Правда у Вонки Маны особо нет Поэтому антимаг Безопасности Ничего особо Тут не удалось Размен по хп Произошел в пользу Команды Тибекс А тут продолжают Гнать Вонку Продолжают гнать Все таки есть Тимберчейн Хватает Должно хватить рэнджи Мужички подошли Вонка еще и Чакрам ловит Под крыле И развалили его Сразу же иллюзии Просто чтобы остановить Аутл Деварера Даже здесь Симберсоу Не любит этого персонажа Я жду Когда у антимага Появится Вангвард И когда Джеки Реально начнет наглеть Потому что такие антимаги В последнее время популярны И они реально себя Оправдывают Мы видим что Стаутшилд есть Деньги копит Скорее всего Джеки Вот стоит ли Это главный вопрос Стоит ли брать Этого боевого антимага Сейчас создавать себе Или попробовать Сыграть ту стратегию Которую мы говорили 4 плюс 1 Пробовать собрать Собирать себе сразу Стандартный В Apple Fury И фармить Сплитпушить Пока твоя команда дерется Тут есть два плана И правда Твой тоже имеет право На жизнь Потому что брать Вангвард И помогать команде Это тоже в принципе Может зайдет Но мне кажется Что вариант При котором он будет Больше нацелен на то Чтобы сплитить Пока его команда дерется Он выглядит интереснее Я просто думаю Что с Вангвардом В принципе Рассказ команды Xenex Будет переживать антимага А дальше уже можно будет Реально драться Ну там если прям все влетит То мне кажется И Вангвард не спасет Вот какое дело Редко просто знаешь Все и сразу влетает Ну да тоже Ну хотя бы какую-то ульту Вот Дэя ульц Энкинга пережить Плюс да Плюс сплшилду Антимага имеется Как только он больше уровней получит То тут конечно 50% резиста Будет выглядеть круто Как минимум Ну да Джеки пока ничего не покупает Смотрим Вполне может быть Что появится что-то из мечей То ли клеймер То ли броадсворд Но я думаю Все таки Ринг оф Хеллз Нет Да Все таки да Все таки это будет Вангвард Фиталити Буста появляется Да смотри В Джеки И решил уплотняться Ну оно не сильно мешает Потому что такие антимаги Я видел неоднократно Как просто Даблу Какую-то под чужим тавером Мудряются загонять И ты Ну нифига ты ему вообще не сделаешь Он очень Реально очень сильным Персонажем становится Таким Танковать И впитывать И отойти Отригениться То есть антимага Немного хп Со старта А с появлением Вангварда Видимо уже 1200 есть С пота на силу То есть это много Реально много Вот он идет Это даже без блока демеджа Ну так его не взять точно Тут нужно использовать ульты И все остальное Понятное дело Которых пока Особо и нет Седьмой Сенткинг Он кстати не качал ультимейт Он максит Каустик в финале И там пока у нас там Квапа забирает У Гармага Ну и не только Квапа скажем так Она просто добила А так там вообще Четыре героя Оказалось Оказалось Командой ТБЭКС Джекери Я смотрю Тем не менее Неприятно Нормально Я тебе говорю Пока у него не будет Мана Шилда Спелл Шилда Простите В четыре Там пока будет он получать Немало урона От магии Как бы там ни было Пока Пока Будет больно Вот поэтому Может быть и стоило Брать билд Который стандартный Чуть более стандартный Для антимага И стараться избегать Вообще Каких-либо персонажей На карте И заниматься Фармдотой Там вчетвером Ребята должны справляться Они это и делают Они как раз таки Играют отдельно От антимага Антимаг Это небольшой помощник Если честно Вверху Тавора уже нет Тут между прочим Тоже мы Забыли это отметить Но тут хорошую работу Проделал Джиггернаут Квапа улетает Интересно Какой билд Выберет себе ОД Это тоже важный факт А там поймали Найт Сталкера Ответная реакция От команды Ти Бэкс В итоге спасают Сенткинга Фингер оф Дэс Впуле Леон Но 242 в итоге выживает И антимаг Уже с 7 уровнем Уже можно попробовать Разрядиться Например в какого-то Скаря с мага Сенткинг-то фуловый у нас Но антимаг боится Антимаг просто не подходит Слишком много врагов 5-5 становится Счет минус 2 В итоге сделала команда Сенекс И никого Не потеряли они Ти Бэкс подарили Потому что двух саппортов Мип Дальше под тавер Квапан Наорал Надо кричать на него Есть ульта И не хватило дэмэджа К сожалению Джеки Если бы он забрал этот фраг То сразу же был бы готов Вангвард И можно было бы Бежать и Резать людей Ну тут безусловно Ошибся ОД Он как-то Просто опрометчиво Глубоко зашел Причем остался без поддержки То есть как-то Он побежал А команда не побежала Получилось это совершенно Нелепо На вид Так Как дела у Тимбера Тимбер В миде фармит 21 на 2 22 на 2 12 минут Плохо Реально плохо дела у Тимбера Да Есть такое дело Там кстати Джаггер ЖД-2 пушит наверху Если что И пока никто туда не направляется Вот только сейчас Находит инвиз Тимбер Едет в верхнюю сторону И тоже делает Леон Кстати Мне кажется Они двоем могут Неплохо его размять Через Хекс Через станчик Посмотрим Леон выходит Есть Хекс Будет стан продолжения И идет сразу же Чек Рам Ну Джаггернаут не парится Нажимает ультимейт на Леона И делает кив Причем выкручивается Нет ТП Это минус Тут можно и погибнуть Хилингвард Нужно разбить Молодец Это четко делает ребята И убивает Джаггернаута Джаггернаут сам как будто В двух ногах забудался Непонятно куда он Если он хотел мансить То это Немножко не так делается Ну очень важно иметь Телепорт с Джаггернаута В таких ситуациях Вот сейчас он сразу же Его себе приобрел И бросил в инвентарь Было бы ТП Он нажал бы просто Бэйфьюри и улетел Мип опять очень далековато прошел 242 может попробовать съесть Есть мановой Это у Джеки Но маны очень много И у мипа А может на развороте Подходит Огар Маг Леон получает стан от Огара Причем мультикаст Копает также Сент Кинг Но сразу же бежать Ньюту Хороший ультимейт Полетел от ОД Антимаг Он без маны совершенно И никуда он тут не должен деваться Ребята погоню продолжают Еще удар нужен от ОД Он его делает Дабл килл Для Аутворл Деваврера Вот это отличный поворот Получился Там кстати Насталкер Чуть не погиб еще тоже Но он правда спасается Последний голубь Его чуть не добил Да как-то рано Лезет наражен Антимаг Реально рано И это время бы В хороший фарм потратить А так Антимаг у нас Пятую позицию занимает По Нетворцу Видим что никуда С первых позиций К Сенекс Не хотят отправляться Мип на первом месте Дальше Ватсон Уотер идет И дальше Мьют 242 На Сенткинге Пару раз Ох Выбор первого артефакта Обратите внимание Для Сенткинга Это будет Аганим А не Даггер Такие делихи Интересное решение Взывает определенные вопросы Конечно Но Это нормально Ничего критичного В этом не будет Если он купит его Довольно быстро Но Даггер все равно Нужен этому герою Как бы там ни было Копает между прочим Сенткинг сейчас Леона Полетел Аркейн Болт И там сразу же Аркейн Орб Подходит Тоже Вот ОД дает Один второй Даблкил уже для ОД Он просто такая машина Для убивания сейчас Ну и получает Игнайт Тоже Найт Сталкер Может и он погибнуть Три удара Какой же дэмэдж Вносит Аут Волдевар И Джеки По-моему Жертва Под номером 4 Успеет ли улететь Ооо Тут его встречает Сенткинг Есть подкоп Есть ультимейт И Джеки Джеки Мне кажется Имя Джеки Проклято Ультракил Ультракил Да Мип конечно С руки наваливает Нереально много 44 интеллекта На стиле Лон Я просто понимаю В этой ситуации Ему какой-то БКБ Просто дать бы Чтобы вообще Дэмэджи в него Не вливалось И он может стоять Вот так налево Направо Всех расстреливать Сейчас ОД оправдывает Себя целиком И полностью Смотри Какая история Сейчас бы Антимаг мог бы сплитить Мог бы пушить Т1 тавр вверху В миде Что-то делать полезное Для команды Зарабатывать деньги Пытаться перевернуть ситуацию Но так он бесполезен Получается Совершенно Кстати у нас там проблема Могли бы быть у Куапы Она на развороте Тоже попыталась Ответить Скайрос Мейджу Но так себе Это получилось Так вот я к тому Что мне кажется Решение Джеки Слегка Поспешное Получилось Постфактум Да Оно вообще не смотрится Теперь Ну то есть Ну понимаешь Драться что с Антимагом Что без Здесь ну крайне сложно Я понимаю Что Антимаг может сесть Там на голову Какому-то Скайрос Магу Развалить его Но для этого нужно Чтобы у тебя остальные герои Прямо очень четко все делали Но если не буду делать Настолько четко То и Антимаг Там особо не нужен будет По-хорошему Понимаешь Там Антимаг На голову Скайрос Магу Может сесть Когда у него Манта Стайл Есть и Баттл Фьюри Перед этим Вот тогда действительно Он прыгает И распиливает пополам Скайрос Мага А так у Антимага То есть Вообще все очень Кисло Об этом же и речь Что покупка Вангварда Выглядит довольно Сомнительно В миде Чуть не погиб Было Тимбер Ох Не попадает С Антис Эклипсом ОД Это же еще и Под Бладластом Громаднейший дэмэдж Конечно Бладласт Просто моментально Там Быстренько бьет ОД Быстренько бегает Все здорово Бладласт Тоже хорошо зашел Мип просто слушал Слушал трансляцию Появляется Огрклаб Понял Всего предостаточно Скорость атаки громадная Дэмэдж огромный Чего не хватает Защита от магии Все Просто быть неуязвимым Я не думаю что это будет БКБ Я думаю что это будет Пика в итоге Ты думаешь Драгонлендс Да Я практически не сомневаюсь в этом Нет Может быть он соберет конечно БКБ Но Мне кажется это будет все таки Пика Леон Получается Альнес Нужно и его добить Также ОД Ударчика буквально не хватило Но ОД пока старается не подставляться Все таки у него нет Аеги Антимага пока подкопали И убили через Кайрос Мейджа И Сент Кинга Ну что Друзья Похоже пока на Очень быструю игру Под номером 1 Для команды Xenex Да Форстафа на тебя дальше еще МИП Хотел поймать здесь Queen of Pain Но он и сейчас руки наваливает Нереально много Вроде вообще не пуш Стратегия со стороны команды Xenex Вот вообще не пуш Это уже получилось Через чур Переедем стратегия Да действительно Все так не получается Центральную линию продавили Сносят Т3 Крыть нечем Команде T-Bex Антимаг не дееспособен То есть его пик выглядит Вообще неубедительно Билл тем более МИПа толкает С себя вперед Ооо там кстати Аганим прилетел Сент Кинг Он копает Тимбера Тимбер под Сайленсом Получает Аркейн Болт Еще один Кирболт Теперь уже по Найт Сталкеру Минус 2 Делает команда Xenex Пока все выглядит Очень-очень плохо Для Т-Бex Копает Сент Кинг Еще раз На этот раз жертвой стала Квопа И ее в таверну отправили Минус 3 И эта сторона Скорее всего падет Да и Хьюрикен Пайк Готов для Outworld Варера Мобильности Теперь хоть отбавляй Да и в целом Дэмаж очень много Джиггернаут Получает Finger of Death Но К19 100% приплыл Полтора Аркейн Арбан Надо было Трипл килл для Мипа Мипа собирает Вообще в этой игре Себе мультикиллы То сделал у нас там Ультра килл Теперь вот трипл килл Несколько даблов есть Но да 11.1 идет Это герой И все Отправляются ребята вниз Есть Хеллингвард Можно танковать спокойно Это тавер Причем Мип его толкает Танкует Даже не Джаггер И не Сэнд Кинг Ладно Не жалко Ой-ой-ой На пол карты Просто Найт Сталкера здесь капнули Мип получает Сайленс Все Спадает Ну вообще Тут какое дело Защищаться Как-то нужно Тибэкс Если они собираются выигрывать Потому что вторую линию Отдать здесь смерти Подобно Особенно когда у тебя Антимаг с Вангвардом А не с БФ Отпушивать Очень сложно Таких крипов Будет вообще нечем Кроме Тимбера И там где-то Квапа Но Квапа Она тоже со временем Становится не такая серьезная Против этих крипов Придется несколько скримов Откидывать Чтобы как-то их отпушить Санитир Эклипс Кстати есть Четыре тычки Тимбера Домой Развалило Просто бедного парня Там еще ульта Джиггернаута Залетела в Леона Ну нет Нет Не похоже на то Что здесь Тибэкс Могут перевернуть Просто не похоже Саниткин копает Не попадает по Квапе К сожалению Но Барак потихонечку допушивает Все Сломались ГГ пишет Говнор И вы знаете Ну просто Просто В один момент Все поломалось У Тибэкс Что стоит Сказать по итогу Этой игры Во-первых Линии Все три линии Были Отлично Отыграны командой Ксенекс И соло линии Отыгрались на ура И вот это вот Сэнд Кинг Который переезжал В итоге Антимага На этой линии Тоже Они там Хорошо Проводили размены То есть Вообще Все три линии У Ксенекс Были сильнее В итоге То есть Они отстояли Их хорошо Вопрос Задаем Тибэкс А стоило ли тогда Ставить Триплу в сложную И не отправлять Антимага в легкую В итоге Они пожертвовали Всем Они пожертвовали Антимагам Они пожертвовали В итоге Мидом Потому что Я понимаю Что они хотели Избежать И также Сэнд Кинга Против Тимбера Вот сейчас Почему не берут Тимбера первым пиком Избежали фарма На самом деле Вот Почему Тимбера И не пикают Сейчас первым пиком Команды Топ-тир команды Потому что Тимбера можно Контрить Это не сложно В принципе С ним можно бороться Что нам только что Доказали На деле Ребята из Ксенекс Интересно Что будет В следующей игре Но Пересмотреть нужно В первую очередь Пики И во вторую очередь Решения свои Игровые Потому что Вот эта постановка Лайнов И в итоге Выбор артефактов Антимагам Вызывает огромные вопросы Ну Не нужно было здесь Брать явно Вангвард Это не сработало И мы можем Этот факт констатировать Тогда это смотрелось В принципе Более-менее Реальным Потому что Ты мог бы участвовать В драках Но я уже отмечал То что Этот билд Он очень Такой знаешь Заманчивый Ты возможно Хочешь взять себе ХП Хочешь быть в драках Но Антимаг Немножечко не про это Герой На старте Это редко работает Вполне может быть Я просто смотрю Здесь Мип Свой Нетворс Имеет больше Чем суммарный Нетворс Квин оф Пейн Которую легкую отдали И Антимага Которого С двумя саппортами Отправили в сложную линию Ну и Тимберсов вообще Толкому ничего не вывел Не вывез В этом файте Можем констатировать О том Что у Тибэкс Могла игра Просто не задастся С самого старта Потому что провалили Они буквально все А если такая же тенденция Будет соблюдаться То я думаю Это легчайший 2-0 для Ксенекс Потому что в этой игре Действительно Они раздавили Своего оппонента Будем смотреть Будем смотреть Ну пик Пик мне кажется Был нормальный Вполне Можно было играть С этим пиком Он рабочий То есть я не скажу Что они там перепикали Или они в хлам проиграли Пик был примерно Вот нормальный Вот у них и других То есть можно играть Рабочая обстановка Решение Повлияли в большинстве случаев Решение Но если вы берете Такой пик То вам нужно думать О ваших решениях в игре О вашей тактике на игру Не только стратегически Что мы набрали героев Но нужно думать и о тактике Все таки Мне кажется Постановка линий решила И вот решение Уже в игре Конкретно там Некоторых персонажей Типа антимага Да Такая история Дорогие друзья 1-0 В пользу команды Xenex Пока Будем уходить на небольшую Рекламно-музыкальную паузу Минуты думаю на 5 И быстренько перейдем Ко второй встрече Между этими командами Оставайтесь с нами Дота 2 и Хардстоун CSGO и StarCraft Самые масштабные соревнования В истории киберспорта Среди национальных команд World Electronic Sports Games Чемпионат мира С общим призовым фондом В 4,5 миллиона долларов Регистрация для регионов Европы и СНГ Открыта Финал из 6 до 9 октября В Киеве, Украина Выиграй свой слот Для участия в финале Чемпионата мира Регистрируйся прямо сейчас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин